Дорогие друзья, я приветствую вас во имя Иисуса Христа. Я очень рад снова и снова говорить о Боге, говорить о Нем, говорить о Любви Божьей. И прежде чем я буду проповедовать, я хотел бы, чтобы мы услышали очень важную вещь, важное послание. Самое печальное для человека – это не знать Бога, быть созданным Богом и не знать Его вообще. Или иметь неправильные, искаженные представления о Боге. Знаете, мир, он искажает Бога, он его делает печальным, он его делает беспомощным, он его делает грустным. Все картинки, которые связаны как-то с Иисусом – это ложь, это сплошная ложь. Это вообще Иисус не так выглядит, абсолютно. Он не такой, как рисует его дьявол. И я не побоюсь этого сказать, что дьявол рисовал Иисуса через художников. Его задача – исказить, испачкать, испоганить, создать в нашем разуме образ не того Иисуса, чтобы мы говорили, ну зачем, я в старости приду к Нему. И только сам Дух Святой, Он может открыть нам истинного Бога, истинного Иисуса Христа. Поэтому те, кто ищут истину, те, кто ищут правду в этом мире, она на самом деле, она имеет имя, истина имеет имя. И истина – это Личность, это Иисус Христос. И если вы ищете в этом мире правду, вы ее, к сожалению, никогда не найдете. Вы будете очень разочарованным человеком, что оказывается в этом мире истины нет, нету правды. Она есть только в Иисусе Христе. И многие люди сомневаются в Боге. Они не могут довериться только потому, что не знают Его. Сражение идет всегда в нашем разуме за оригинального Иисуса. И нам нужна вера, чтобы принять того Иисуса, которого нам преподносит Библия, Слово Божье. Вот это Иисус оригинальный. Если он отличается, вот мне рассказывают об Иисусе, но он отличается от библейского Иисуса, я такого не хочу знать. Я хочу знать Иисуса и Слово Божьего, который несет жизнь, который меняет судьбы людей, который любит людей, который полагает свою жизнь ради людей, который вообще самоотречен ради человека, чтобы достичь его. Божьего, который дает радость человеку, дает счастье человеку, любовь дает, приводит нас в Дом Божий. И мы там очень счастливы, нам там очень хорошо. Поэтому давайте помолимся. И наша молитва пусть заключается в том, что Дух Святой, разбей все неправильные образы о Боге в моей голове. И Дух Святой знает, какие они неправильные образы. И воссоздай в моем разуме, в моем воображении, в моих чувствах, в моем восприятии того Бога, который есть на самом деле истинный Бог. Хватит от нас скрывать истинного Бога. Пришло время нам познать Бога и измениться. Потому что когда мы узнаем Бога, мы видим, мы меняемся от славы Его. И вы знаете, что когда человек согрешил, он был лишен славы Божьей. Что это значит, лишен славы Божьей? Мы же даже не знаем, чего мы были лишены. А это говорится о сверхъестественном. Теперь для нас Бог вообще... Мы заходим куда-то, мы видим картины, но они ничего, они нас не греют, они нам не помогают, они не разговаривают с нами, они ничего хорошего не несут в нашу жизнь. Они ничего не имеют общего со сверхъестественным. Так вот, из-за греха человек потерял сверхъестественное. И теперь у нас все естественно. Теперь мы судим обо всем. Добро и зло, добро и зло, добро и зло. Плохое – хорошее, черное – белое. Раньше человек этого даже не знал. Он жил в счастье. Он не знал, что есть добро и зло. Он жил в счастье, в сверхъестественном. И Бог с ним был рядом. Вот что нам сегодня нужно вернуть с вами в нашу жизнь. Потому что Иисус умер и разрушил вот эту власть греха, стену. Представьте, между нами была бетонная стена. Иисус взял и разрушил ее. И теперь между нами и Богом нету никаких преград. Но нам нужно выйти из того места, где мы находились, и пойти в землю обитованную, навстречу. Итак, тема проповеди будет называться «Наслаждайся Господом». Знаете, мы наслаждаемся очень многими вещами. Муж наслаждается женой, да? Как это написано. Утешается женою. Притча 5.18 написано, что «Утешайся женой юности твоей». Муж утешается женою, да? Мы утешаемся водой, воздухом. Мы наслаждаемся едой. Мы наслаждаемся общением. В общем, многие вещи, они... Мы ищем в нашей жизни, чтобы получить наслаждение. Почему мы, например, с одними людьми не встречаемся и не общаемся? Потому что мне неинтересно с ним. А с другим я так хочу. Почему? Потому что у меня есть с ним единомыслие. И когда я с ним общаюсь, я чувствую наслаждение. Я пообщался с каким-то человеком, и я чувствую наслаждение. И знаете, так как человек создан из трех как бы сфер – дух, душа и тело, то счастье и заключается в том, чтобы каждая из сфер была покрыта. Вот встречается человек с человеком любимым, общается с ним, он получает наслаждение. Но это душевное наслаждение, да? Муж встречается с женою, у него физические наслаждения. Но это к физическому. Но духовное, оно должно быть тоже покрыто. И у многих людей этого нет. У них есть душевное наслаждение, очень хорошее общество, например, круг общения. У них есть физические наслаждения, они кушают хорошо, они спят, они высыпаются, они занимаются спортом, они в хорошей физической форме. Но у них одна проблемка. Они все равно потом чувствуют нехватку чего-то. А это и есть духовная нехватка. И духовные наслаждения, они перепрыгивают все наслаждения. Они просто, знаешь, ты уже ни о чем другом уже не думаешь. Я не говорю, что это постоянно. Вот эта эйфория. Человек ходит только в духовных наслаждениях. Нет. Если у нас есть тело, значит, и тело тоже должно иметь наслаждение. Если у нас есть душа, душа должна иметь наслаждение. Но, во-первых, наш дух должен именно наслаждаться. И знаете что? Если мы к Богу приходим только со своими грехами и проблемами, то это говорит о том, что мы его не до конца поняли, для чего он вообще есть. И для чего мы были созданы. Для начала нужно вернуться в самое начало. Бог сотворил человека. Где он его сотворил? Он не просто его на земле сотворил. В раю. А как в раю было? Рай – это сплошное, просто представьте, сплошное наслаждение. Нету никакого страха, что тебя укусит змея, которая проползла там. Или там тебя какой-то клещ укусит, цапнет. И ты потом думаешь, сейчас парализует, все. Вообще даже мысли, ты полностью находишься в наслаждениях. Понимаете? И он создал Бог мужчину и женщину. И они восполняли друг друга потребности. Но так как они не могли восполнить духовную потребность, то сам Бог приходил с неба на землю и восполнял эту потребность в жизни Адама и Евы. Написано, что там в прохладе дня Бог приходил. По обыкновению. То есть это было естественно. И вы представьте, что когда человек общается с Богом, это совершенно разные вещи, когда он общается с человеком. Это отличается очень сильно. Очень сильно. Потому что когда человек встречается с Богом, сколько людей говорили, то они говорят, они даже не могут всего описать, но те чувства, эмоции, то ощущение, то настроение, которое было, это просто блаженство, это ух, это ах, это просто, понимаете, человек теряется вообще. Его язык становится как будто, знаете, костлявый какой-то. Как будто он не мой становится. Он не может передать всего того наслаждения, что он пережил с Богом. Это одно счастье. Представьте, Бог есть любовь. Все это вырубает все, вышибает все твои пробки. Все, ты забываешься. И если, вот, дорогие братья и сестры, друзья, кто смотрит, если мы Бога откроем как наслаждение, да мы к Нему постоянно приходить будем. Потому что у нас возникает нужда. Так же, как в еде. Мы поели, но мы не поели один раз на всю жизнь. Мы три раза едим в день. Кто-то и больше. Кто-то еще там таскает что-нибудь. Мы же общаемся не то, что там три слова. Как дела? А нормально. Все, поговорили на целый день. Нормально, хорошо поговорили. А потом ходят, молчат. Да нет в этом никакой радости. Общаться надо. И вы представьте, так как человек восполняет душевную нужду, физическую нужду, то так же он сам должен восполнить свою духовную нужду. И Бог хочет это. И Бог хочет тебе помочь в этом. Он желает это. Он желает, чтобы ты жил в наслаждении с Ним. Чтобы тебе не надо было, знаешь, брать себя за шкирку и вести. Иди, общайся с Богом. И ты такой идешь к Нему. Ты думаешь, что я буду говорить с Ним? Я его не знаю. И вы знаете, люди делятся на категорию. Одни люди, для них Бог родной. Роднулька просто. А для других людей Бог, он все-таки далекий такой Бог. Официальный такой. Знаете, как мистер президент. Знаете, да, он как бы, ну, такой, ну, как бы хороший, вроде на нашей стороне, но нету таких родных чувств. И знаете, все это можно изменить. Если нету родных чувств к Богу, а ведь он самый родной, он наш отец небесный, да? Если нет таких чувств к Богу, то это только по одной причине, что мы мало времени проводим с Ним. Вот каких людей мы называем родными? Каких? С кем мы больше всего проводим время? С кем мы живем? С кем мы растем? Почему они родные? Потому что я их каждый день вижу. Я каждый день с ними общаюсь. А вот других людей, например, там какие-то дальние-дальние родственники, у меня нету, может быть, с ними контакта. Хоть они и родственники, но они очень далекие. Я не знаю их. Вот как бы ни произошло так, что Бог оказался далеким-далеким межгалактическим родственником. Да? Он очень наш. Он очень наш. Поэтому общайтесь с Ним. Общайтесь, засыпайте Его вопросом. Вера. В этом нужна вера. Откуда приходит вера? Почему у одних людей есть вера, у других людей нету веры? Иногда те люди, у которых нету веры, они думают, почему им Бог дал веру, а мне не дал. Нет. Иисус конкретно говорил, что семя падает на землю. И там есть четыре вида почвы. И от земли зависит, насколько будет плод принесет то семя, которое упало. Семя одинаковое. Одинаковое. Почва разная. И если почва будет разрыхленная, почва принимает семя. Почва. Как женщина. Она, услышав об Иисусе, что мало людей, что ли, слышала в те дни об Иисусе? Она, услышав об Иисусе, стала говорить сама в себе. В нее пришла вера. Что? А другие тоже люди слышали об Иисусе? А у них не было веры. Они не были той землей. Потому что у них не было проблем таких. У них не было такой особой нужды в Иисусе. Они, в принципе, не против были поглазеть на происходящее. Знаете, как люди в цирк ходят, там, в театр. Посмотреть, побыть. Ну, как бы отождествлять себя с этим. Как бы, ну, я могу, в принципе, обойтись без этого. А женщина, она не могла обойтись без этого. Ей очень надо было. Вот в чем разница. Поэтому, когда вы позволите Слову Божьему все-таки проникнуть через разум ваше сердце, оно вот так падает в сердце, в дух, у вас произойдет откровение. На основании этого откровения у вас появляется вера. Вера – это продукт слышания Слова Божьего. Оно не приходит по-другому. Бог не приходит и не говорит, на тебе купон на веру. Иди, получи веру. В магазине. Нет. Вера приходит от слышания Слова Божьего. И если, вот знаете, мы там, где нам хорошо. Мы не там, где плохо. Мы там, где нам хорошо. Мы с теми людьми, мы в том обществе, где нам хорошо. Послушайте, если вы в своей жизни добьетесь того, что вы все-таки откроете Бога как источник наслаждения духовного, да? Вы будете каждый раз к нему приходить. У вас такая радость будет. У вас будет такая тяга к нему. Но если вы отождествляете его только с прощением грехов, с помилованием, будете себя постоянно чувствовать недостойными, ни о каком наслаждении вы не сможете идти речь. И знаешь, когда ты перед человеком, которому ты всегда должен что-то, в принципе, у тебя не будет большой радости общаться с ним. Представь, ты постоянный должник. Ты сколько бы ты ни отдавал, ты должен. Отдал, ты должен. Попросил прощение, опять должен, потому что опять согрешил. А Бог хочет, наоборот, вернуть на свою славу. И чтобы мы пережили наслаждение. И вопрос такой, возможно ли переживать Бога как источник наслаждения? Посмотрите, как пишет Давид, царь Давид. Божий человек, Божий помазанник. Псалом 41, 2. Как вань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Никто, я не вижу в Библии другой личности, кто так сильно описывал бы свою любовь к Богу, свое стремление, свои чувства, свое отношение. Он всегда настолько упивался любовью Божией. Вот почему Давид, Бог его всегда хранил. Потому что это возлюбленный Богом. Потому что он позволил Божьей любви наполнить его сердце. И знаете, как зеркало, отразить ее, как вернуться к Богу. Потому что все от Иисуса, все Иисусом. И все к Нему обратно. Все от Него, все им и все к Нему. Мы получаем Божью любовь. Мы ее принимаем. Мы ее растворяем. И мы возвращаем ее. Мы уже говорим, Боже, мы Тебя любим. А как мы Тебя любим? Да так, что просто без Тебя вообще не имеем смысла в жизни. Или вот, например, другое местописание. Псалом 118, 103. Как сладки гортани моей слова Твои. Лучше меда устам моим. Мед в то время это был очень дорогой продукт. Это была сладость. Это не просто ты поел мясо, просто ты покушал кашу. Это именно к десерту относятся. Это когда твоя жизнь, вот она жизнь, да? А это жизнь с избытком. Мед. Господь ведет нас в землю, где течет молоко. Мед. Он обещал нам. То есть мед это сверхъестественность. Это наслаждение, другими словами. Давид описывает свои ощущения. Вот просто представьте, он с Богом общается и он говорит. Как сладки гортани мои. Он так описывает. Он просто рекламирует. Просто как реклама какая-то. Он говорит, какой ты вкусный Бог. Как мне хорошо с тобою. И он написывает как бы и говорит, как мед. Как мед уста моим. А в другом месте написано. Вкусите и познайте, как благ Господь. Вкусите. Это означает попробуйте его. Разверните, как конфетку. Вы разверните ее. Потому что то, что конфетку, знаете, обернуло, это еще не конфетка. Конфетка внутри. Откройте, пожалуйста, ее. И когда ты открываешь, ты смотришь. Этот круглый шарик шоколада. Ты кушаешь его. Как это вкусно. Еще хочу. Так же с Богом. Сколько дьявола этих оберток разных насувал. На вкусную конфетку он может неправильные обертки одевать. И мы как бы богосторонимся. Но он судья. Он судья праведный. Как бы мне с ним не поссориться. Как бы мне ничего лишнего плохого не сделать, чтобы меня не поразили. Ну а что ж тогда? А когда ты любить-то Бога будешь? Ты и не будешь его любить. Потому что у тебя всегда осужденная совесть. У тебя совесть всегда осуждает, что ты такой, не такой вот еще, не такой вот, как ты, как Иисус. Так и понятно. Поэтому Бог нам дал Духа Святого, чтобы мы преображались. И дал еще такую длинную земную жизнь. Чтобы мы преобразились в образ Христа. И стали подобными, как Он. Ты Иисусом никогда не станешь. Но подобные вещи будут в тебе проявляться. Потому что Он старший. Матфея 17, 1. Друзья, у меня есть пророческое действие. Те, кто сейчас смотрит в записи или в Фейсбуке. Вы знаете, без жажды мы никогда не придем к источнику воды. Бог – это источник. Источник жизни. Источник воды. Если у нас нету жажды по Нему, мы никогда не захотим пить. А Иисус сказал, жаждущий, иди ко мне и пей. Иди ко мне и пей. Почему многие не идут? Они не жаждут. У них нету жажды. Знаете, что провоцирует жажду? Кто может подсказать? Вы знаете. Соль. Поэтому я взял сегодня с собой соль. Мэри Суола. Она точно провоцирует жажду. Вы знаете, что я в духе увидел такие вещи. Прошу вас не удивляться и не ужасаться. Я хочу бросить вас соль. Чтобы духовное значение, чтобы ваша жизнь, пророческое действие, чтобы в вашу жизнь пришла жажда по Богу. Послушайте, это такое счастье? Это такое счастье, когда у тебя появится жажда по Богу, то сам Бог придет и утолит ее. И ты будешь такой счастливый. Поэтому я просто сделаю это пророческое действие. Я насыпал соли. Соль. Пусть это будет прообраз помазания. Иисус сказал, вы соль миру. Вы соль миру. Это что означает? Вы будете возбуждать в людях жажду. Вы не являетесь водой. Вы соль. Бог есть вода. И чтобы к нему пришли люди, они должны встретиться с солью. Наесться солью. Когда человек наелся соленой рыбой, все. Других у него мыслей нет. Он не думает теперь, где мне хлеба поесть. Он думает, где мне попить. Поэтому я беру руку соль. А вы в духе принимайте духовные вещи. Это будет физическое. А я буду духовно сейчас делать. Творить. Пророчески. Во имя Иисуса Христа. Да, дорогой Дух Святой. Просто приди в жизнь каждого из нас. В жизнь каждого, кто сейчас смотрит, кто здесь. Приди, Господь, и всели в наше сердце глубокую, сильную, духовную жажду по Богу. Которую только ты, Господь, можешь удовлетворить. Во имя Иисуса. Аминь. Продолжаем дальше. Деяние 17, 26. От одного человека Он произвел все человечество, чтобы люди заселили всю землю, на которую Он определил для всех время и место обитания. И все это Бог сделал для того, чтобы люди искали Его, могли ощутить Его и найти Его. Хотя Он и недалек от каждого из нас. Вот смысл жизни. Вот для чего тебя создал Бог. Чтобы ты нашел Его сознательно. Чтобы тебя не толкали там постоянно. Иди ищи, иди ищи. Ищи, говорят тебе. Тебе же лучше будет. Иди ищи. Ты такой. А ты не веришь в это. Тебя толкают постоянно. Толкают, толкают. Нет. Чтобы ты сознательно услышав эту информацию, сказал, Бог, я хочу тебя найти. Я хочу тебя. Я не буду и ходить по земле искать счастье. Нету Его. Мимолетные какие-то моменты. Знаете, они, конечно же, есть. Радостные какие-то. Но потом все куда-то уходит. Люди уходят. Исчезают. Все. И мы остаемся ни с чем. А Бог-то никуда не уходит. И Он недалеко от нас. Представьте. Он стоит рядом. То есть недалеко. Это вот, например, за столб куда-то спрятался. Другими словами. Он хочет, чтобы ты его нашел. Недалеко. И ощутил его. Пережил его. Пережил наслаждение. Поверь. Ты можешь уверовать в Бога. И получать от этого наслаждение. Это такое счастье. Это такое счастье, что мы слышим эту информацию. Что мы слышим эти слова. Что Дух Святой доносит до нас, знаете, сердце Бога. Мысли, которые в сердце у Бога. Вы спрашиваете. А чем занимается Бог? Чем занимается Бог? А Он думает о тебе. Планирует. Планирует. Чтобы ты каким-то образом. Он тебе одну встречу. Другую встречу. Такие перекрестки тебе ставят. Чтобы ты начал его искать. Потому что в этом тебе смысл. А ты такой. Да нет. Бог-то я понимаю. К Богу я потом приду. Я сейчас должен счастье найти. Я должен радость найти. Я любовь должен найти. А Бог-то это понятное дело. Я в Него верю. Все нормально. Пусть Он там и сидит дальше. Как бы. А я-то хочу жить. И ты как раз таки не понял. Что перед тобой положили еду. Ты ее отодвинул. И говоришь. Я есть хочу. Тебе говорят. Мы тебе есть положили. Что тебя может к Богу привести? Помазание. Соль. Она вызывает человеку. Представьте какой интерес был у Закхея. Что он на дерево залез. Налоговая полиция лазит по деревьям. Чтобы Бога увидеть. Какой интерес у него был. И Бог это все знал. Бог так. У него такая улыбка была. Да ушей. О. Закхей. Как классно ты смотришься. Я к тебе хочу в гости. И пришел. Что Закхей переживал? Такое знаете. Осуждение. Иисус. Иисус. Зачем ты пришел? Я себя сразу почувствовал таким грешником. Таким вообще мерзавцем. Всех людей сразу вспомнил. Кого кинул. Он почувствовал наслаждение. И он. Никто ему даже не говорил. Он говорит. Я все свое имение. Половину моего имения. Продам. Раздам нищим. И кого обидел. В четверо воздам. Это встреча. Просто встреча с Иисусом. Иисус покушал. Представьте. Что Иисус. Производит. Нашей жизни. Он меняет нас. Своим присутствием. Поэтому эти барьеры. Которые у тебя в разуме. Позволь. Духу Святому их сломать. Их на самом деле нету. Иисус уже все на кресте совершил. Они просто занесены в наш разум. Каким-то. Знаете. Жизнью. Которую мы прожили на земле. Мы не верим. Потому что нас обманывали люди. Нас предавали. Нас кидали там. Знаете. Очень близкие какие-то люди. И мы такие теперь их Богу так и с недоверием. Бог совсем другой. Он тебя никогда не обманет. Ты можешь сразу вспоминать. Если плохая мысль к тебе пришла Боге. Смотри на крест. Это высшее выражение любви. Он отдал за тебя жизнь. Как он теперь тебе может плохо сделать. Если он свою жизнь ни во что поставил ради тебя. Чтобы тебе было хорошо. Чтобы ты жил в наслаждении. В радости. Прощенный. Омытый. Прославленный. Был с ним. Еще и на престоле. На небесах. Сел. Представь. Ты будешь сидеть рядом с Богом. На небесах. И ангелы будут тебе поклоняться. Это дискомфорт. Как бы. Вообще. Ты такой думаешь. Вообще. Ангелы. Что вы делаете? Потому что ты в Боге находишься. Ты счастливый человек. Поэтому. Давайте сейчас будем молиться. Будем разговаривать с Богом. Позволим ему изменить.